Тема эта очень большая, новаторство и инновации в российском предпринимательстве, в российской экономике. Но общее значение этой проблемы, инновации в жизни России, оно огромное. Дело в том, что вообще говоря, сложилась такая привычка окрашивать нашу российскую историю в серый цвет. Что все было самодержавно, все было на угнетении, все было на реакции и так далее. Такой она уже до революции была такая традиция. И в советские времена, естественно, вся мощь пропагандистского аппарата нашего гигантского была направлена на то, чтобы эти серые тона в нашей российской истории превратить уже просто в обычный темный цвет. И сейчас, когда мы, в общем-то, пересматриваем нашу историю и ищем какие-то точки опоры в своем прошлом, посмотреть на традиции, новаторство, существовали они или нет, в какой они форме, это, в общем, очень актуально. Теперь, значит, что еще в заключение сказать. Вы понимаете, вот на этих традициях, то есть вы видите, что Россия вообще не была мертвой и сонной страной. Пульс жизни бился здесь очень энергично. Причем, надо сказать, что и государство наше, оно было очень противоречивое, конечно, но в сфере бизнеса и государство в лице Министерства финансов тоже искало, находило и было весьма динамично и активно. И активно, и не мешало, в основном, все-таки и помогало. И создалась вот эта традиция, и выросли эти люди. И вы понимаете, впоследствии, и это породило иллюзии определенные, что мы все можем. И люди типа Ленина и прочих вождей Большинков говорили, вон, буржуи, как они быстро, так сказать, все делают. Как и у нас все, ничего не было, у нас тут и радио, у нас и все, это они при их убожестве, при их, значит, гнусной натуре. А если мы сюда же еще вложим великие светлые идеи, и народ будет всем этим владеть и так далее, да мы утроим еще эти темпы. Понимаете, породило это все такие вот иллюзии. И впоследствии на этих же, в значительной степени, кадрах и на этих иллюзиях проводили и индустриализацию, и коллективизацию. Кто делал, кто строил наши заводы? Строили наши заводы те самые инженеры, которые выросли в этих традициях. И они бы, это были смелые люди, понимаете, и так же, как они до революции строили мосты через Енисей, например, километровые, полуцерокилометровые мосты на ручном труде, на тачках, на всем, не прерывая работы зимой, зимой ставили опоры. Это целая история. Как они прокладывали мамонтов железную дорогу, тянул к Мурманску, туда, к Архангельску, то же самое, через эти болота, через эти леса, имея там какие-то 7 или 10 экскаваторов, всего-навсего. На этих традициях, на этой смелости делали и нашу магнитку, и все наши заводы, все это. И инженеры были. Вы понимаете? Я вам могу сказать, что, когда я работал на заводе в сборочном цехе, первым, ну, это был завод имени Арженикидзе, тоже построенный в 1932 году, вступивший в строй, Первым начальником нашего сборочного цеха был человек, предки которого, дед которого работал в этих сибирских маслодвельческих артелях. Он потом занимался изготовлением турбин, там для небольших турбин, для сельского хозяйства, а вот внук его основывал, руководил организацией сборочных работ на новом станкостроительном заводе в 1930-1931-1932-1933 годах. А последним начальником моего уже сборочного цеха был правнук Савва Ивановича Мамонтова. Вот, видите, и куча других людей. Недавно Радзинский показывал тут фильм о деле промпартии. Ведь все эти вот эти люди, они же провели всю индустриализацию. Всю индустриализацию проводили они. Они организовывали иностранных специалистов. Они основывали, в общем, все-все на свете. Вот таким вот образом. И такие успехи быстрые, конца 1920-х, начало 1930-х годов, дальше. А откуда брался рабочий класс? Откуда создавали новый завод Орженкинзе? Откуда брали первых там фрезеровщиков, первых строговщиков? С завода братьев Бромлей, который находился рядом. Из этих людей вырастали школы своих уже рабочих. Кого-то брали из Егоревского завода Хлудовых. Кого-то брали из Петербурга. Кого-то брали откуда-то. Вот так проводилась эта наша индустриализация. Приходили дети, людей, многие успевали уйти от раскулачивания. Продавали свои избенки. Приходили в Москву, устраивались в общежитие. Рыли котлованы под новые фабрики и заводы. Потом получали профессию, работали здесь. Потом оказывалось, что на нашем заводе в 30-е годы чуть-чуть не исключили из партии секретаря парт-организации. Выяснилось, что он из кулацкой семьи. Но он был настолько ценным парнем, что его там поболтузили, поболтузили и оставили в покое. Вот. То есть и рабочий класс, он имел корни оттуда же. Это были люди, которые года рождения, 910-го, 11-го, 15-го, даже 20-го. Эти люди были воспитаны отцами, проникнутыми вот этой атмосферой нашей. И срок работы этих людей кончился в начале 80-х годов. В начале 80-х годов им было по 70. И начался кризис нашего производства. Который, в конце концов, привел к тому, что и ЗИЛа нет, и Брамлеев нет, и Завода Русникидзе нет, и так далее, и так далее. Это еще раз к вопросу о том, что люди. Люди, люди, люди. Инновации – это не найти какой-то фокус. Какую-то ветвистую пшеницу, которую Лысенко хотел всех накормить, и так далее. Инновации в основе всех инновационных проектов лежит людской фактор. Это возможность для людей себя развернуть, себя показать, расти, и так далее, и так далее. Ну и вот поэтому в этом отношении должен вам сказать, что даже те немногие факты, которые я вам как-то попытался собрать, говорят о том, что у нас была богатая история. Что мы были очень богаты на толковых, серьезных людей, которые как-то у нас как из-под земли вырастали. И ничего не было, одни лапти и невежество, и вдруг все на свете, понимаете ли. Появляются, хотя с большими трудностями, с противоречиями и так далее. Ну вот, наверное, пока то, что я хотел вам с полой. Извините, я так долго вас мучал. Может, какие-то вопросы? Спасибо большое.